Доброго времени суток! Давайте посмотрим, в чьих мыслях вы поселились. Уже выпала у меня дама-чашка, женщина красивая, женщина чувственная у меня вышла здесь. В чьих же мыслях? Эмоциональная, красивая, чувственная женщина поселилась. Давайте посмотрим, в чьих мыслях вы. Был манипулятор, опять бывший манипулятор, бывший, с которым все закончено. Скорее всего, здесь был брак. Бывший опять пришел, в чьих мыслях поселились. Видать, и не был лазили оттуда, что надо человеку. Вспоминаю, девочки, как было прекрасно, как было классно. Какая вы были вся такая. Мало того, что выпала королева-чаш, теперь выпала королева-пентаклей. Здесь женщина изумруд. Здесь женщина, которая может из говна сделать конфетку. Она сама конфетка, она сама бутон розы, который раскрывается с утра всегда, и он не вянет. Понимаете? Вы в мыслях-то почему? Потому что человек либо видит, либо в воспоминаниях бы остались у него женщины, которая не стареет, которая не гаснет, у которой энтузизма хватит на весь земной шар. Он вспоминает, как было весело, легко, и хочет заново, девчонки, это все. Но опять же, здесь человек вспоминает, насколько после бывает с вами трудно. В браке с вами трудно. До брака хорошо. Если не было брака, до момента жизни вместе с вами было легко. После, как вы сошлись, скорее всего, стало тяжело. Каждый раз началось перетягивание одеяла. Кто кому что должен, кто сделал. Доказывание чего-то. Люди здесь постоянно какие-то схватки, что-то от кого-то вечно требовал. Да, вот так вот человек. Вот у этого человека вы в голове. Принял решение человек, да, что хочет чего-то большего. Девочки, вот в голове у него сидит то, что он хочет чего-то большего с вами. Здесь резко человек почему-то опять о вас вспомнил. Какая-то, видать, череда событий у него произошла, где человек опять что-то хочет от вас. Но пока что все это на стадии мозгования, мышления. То есть человек не движется, он никак может не показываться. Даже вообще тишина абсолютная, да. То есть блокада по всем сторонам. Не пишет, не звонит, не приезжает, вообще ничего. Здесь человек думает, что же он может сделать. Здесь человек стоит на выборе. Он выбирает варианты, как же можно проявиться, как же можно взаимодействовать. Так, что еще? Да, здесь человек думает, как можно, что он может сделать, чтобы привлечь ваше внимание. Но это будет не через силу. То есть как же ему проявиться к вам, чтобы не пришлось напрягаться. Понимаете? Он думает, что же он может вам сказать, написать, сделать, чтобы это его не обременило, не поставило в какое-то невыгодное положение, да. Вот так вот, скорее всего. Но, девчонки, это такой очень долгий момент. Человек, видимо, будет думать, тут миллион лет, да. Также мне карты показывают, что, девчонки, и не забывал никогда вас. Никогда не забывал. Постоянно его мысли возвращаются к вам. Так. Да, девочки. Постоянно человек вспоминает о вас. Дама Пентакли, дама Жезла. В его голове вы лакомый кусок. Вы неимоверно сильная женщина. Вы женщина, да, которая вот этим Жезлом, да, это не Жезл, это палочка волшебная. Вы сродни феи. Вы можете сделать всё. И он всегда знал, что вы не простая женщина, да. Огромная интуиция. Какие-то умеете творить чудеса. Необыкновенная, да. И человек здесь, как бы ты ни был, девочки, человек влюблён. И эту любовь он хранит где-то глубоко у себя. Светлый вы человек. И он забыть об этом не может. Он вас забыть не может. Что надо ему? Что он о вас начал думать? Король Жезлов, девочки. Король Жезлов хочет потешить своё эго. Девочки, для личного самоудовлетворения человек о вас вспомнил. Так как его сексуально, ну, девочки, есть ещё и император. Хочет опять, чтобы вы преклонили перед ним, так сказать, колено. Хочет напитаться вами. Вот что я хочу сказать. Также по Жезлам всё-таки, девчонки, здесь человек, который думает Жезлом. Не может он. Вот король Жезлов и дама Жезлов. Видите? Пара, он считает вас парой, своей парой. Но вы не вместе. Но пара, он вас считает сильная личность. Вы. И он сильная личность, как он считает. Давайте посмотрим, кто же он на самом деле. Покажите нам его на самом деле. Человек-предатель. Разбивающий сердце, девочки. Здесь человек никогда не бывает честным. Никогда. Человек использует, манипулирует, предаёт. Всяко проходится. Человек, который разбивает сердце, он никогда не бывает искренним. Вот так бы я сказала. От него очень много слёз. Этот человек никогда не впускает и никого не впустит в свою зону, девочки. Он обороняет её. Этот человек не любит, когда посягаются на его свободу. Вот как бы я сказала. Свободу. Этот человек хочет рядом с собой иметь гарем. Но никто не должен его куда-то привязывать. От вас-то что он хочет? Прогнуть девочки. Да. И отступаться он не хочет. Он будет вас прогибать. Прогибать. И ещё, девчонки, тут как всегда ресурсы. Но могу сказать точно, что в этом человеке есть. Хоть мне здесь и выходят карты, которые говорят о том, что человек всё-таки больше склонен потреблять в одного, ну, для себя, да, любимого, действовать с этой стороны, с этой позиции. Здесь всё-таки он глубоко в душе, девчонки. Любовь он хранит. Вы для него, пусть эгоистично, пусть самодостаточна, звёздная женщина, сильная женщина, целеустремлённая, с кучей опыта. Ещё раз повторюсь, с жутчайшей интуицией, да. Но здесь к вам он испытывает эмоции. Солнце, туз, чаш, маг. Здесь чувствуете магию? Вот это же чувствует и человек. Он не сможет вас забыть никогда. Вот в его мыслях вы будете всегда. Потому что там, как бы ты ни было внутри, он чувствует к вам любовь, с кем бы рядом ни был. Кто бы рядом с ним ни просыпался, девочки, в его уме и там внутри вы живёте. Спасибо.